О том, как будет обеспечиваться безопасность граждан во время новогодних праздников, рассказали на антирористической комиссии. Все подробности далее в нашем сюжете. Первым вопросом повестки стало развитие системы экстренного оповещения населения и комплекса «Безопасный город» на территории Азбестовского городского округа. Из всех направлений комплекса наиболее хорошо в городе развита система видеонаблюдения, которая внедряется с 2008 года. Ранее запись велась только в полиции, теперь дублирующий пульт установлен в единой дежурно-диспетчерской службе. У нас сейчас идет дубляж, запись и просмотр той информации. Но это условие заключается в том, что некому отслеживать. И перспективы, по крайней мере, на последнем совещании, по подведению итогов по внедрению «Безопасный город» в Сидоровскую область, в принципе, штаб операторов водиться не будет. Но в связи с этим мы пытаемся найти другое решение, чтобы без внедрения операторов система видеонаблюдения у нас в городе работать. На данный момент система используется главным образом для сбора доказательной базы полиции. В ходе заседания было сказано о необходимости популяризации номеров единой дежурно-диспетчерской службы, чтобы вся информация поступала в первую очередь на диспетчерский пульт. Также было предложено все выезды с детскими группами за пределы города согласовывать с ЕДДС, чтобы в случае, если автобус не вернулся вовремя, отправить на маршрут спасателей. Для обеспечения безопасности горожан в новогодние праздники будет усилено патрулирование, а все места массового скопления людей будут обследованы кинологической службой на предмет обнаружения взрывчатых веществ. На весь период действия ледового городка у нас запланировано выделение сотрудников полиции и сотрудников внутренних войск Росгвардии. То есть это место на храмах, которые будут находиться там постоянно. В ходе заседания эколог Центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Захарова отметила, что качество питьевой воды в городе ухудшается. В этом году у нас ухудшилось качество по содержанию железа в питьевой воде на 20%. Органолептика – это запах, мутность и прескут ухудшились на 10%. Практически на 65% у нас увеличилось содержание кремния перед подачей в распредсеть, марганец на 16% и содержание остаточных количеств хлорсодержащих веществ, которые образуются при обеззараживании питьевой воды на 30% тоже увеличилось. Дополнительное загрязнение воды происходит, когда оно проходит через изношенные водопроводные сети. Причем сейчас контроль качества питьевой воды, поступающих в квартиры горожан для Роспотребнадзора, осложняется тем, что не удается выстроить сотрудничество с предприятием «Водоканал». Также в ходе плановой проверки были выявлены многочисленные нарушения по безопасности источников водозабора. Результаты проверок будут изложены в официальном письме и отправлены главе города. В ходе заседания участники комиссии рассмотрели и другие вопросы, а также определили план работы на следующий год. Татьяна Мельникова, Владимир Денисов, Новости ТВ. Продолжение следует...